И теперь подробнее об этих и других событиях. Оборудование приборами учета социальных объектов и жилых домов. Это одно из направлений федеральной программы энергосбережения, по которому установка счетчиков с 2012 года станет обязательной. Как идет подготовка к этому событию на местах, выясняла наш корреспондент Светлана Олегбарова. Первый этап реализации программы энергосбережения – это установка приборов учета. Причем как на объектах социальной сферы, так и в жилых домах. И если финансирование работ по оснащению счетчиками учреждения образования и медицины ляжет на плечи муниципалитета, то жителям многоквартирных домов по закону обязаны взять на себя эти расходы. В Волжском сегодня уже порядка 300 многоэтажек, оборудованные приборами учета расхода тепла, а также горячей и холодной воды. В нынешнем и 2011 году их установка пока еще дело добровольное. Но начиная с января 2012-го каждый дом будет оборудоваться системами контроля в обязательном порядке. Если до 2012 года они не примут никакого решения, то энергосервисная компания по закону 21-му приходит, начинает устанавливать сама приборы учета, и в течение пяти лет население расплачет за стоимость того прибора учета, который установили. Этот вариант для жителей выйдет более затратным, чем оснащение своих многоэтажек общедомовыми приборами учета в добровольном порядке. В последнем случае сервисная компания ставит оборудование за свой счет, а разница, возникающая между фактическим и нормативным потреблением энергоресурсов в отдельно взятом доме, будет идти в счет погашения стоимости приборов. Как показывает практика, окупаемость этой техники порядка трех лет. Тот анализ, который сегодня есть и в администрации, который есть вообще-то по Российской Федерации, сегодня прибор учета как таковой он экономии не дает, но если мы устанавливаем прибор учета домовой с регулировкой на наружную температуру, на температуру наружного воздуха, они показывают реально, что в течение топительного сезона экономия по данному прибору учета от 110 до 150 тысяч рублей. Немаловажно, что практически каждый житель, имеющий выход в интернет, сможет следить за расходом воды и тепла в многоэтажке. Показания приборов учета будут отражены на специальных информационных ресурсах. Кроме того, отметил Михаил Кубанцев, в ближайшем будущем выгоднее будет устанавливать и поквартирные счетчики энергоресурсов. В настоящее время действует положение, согласно которому жители, уже установившие у себя приборы учета, вынуждены оплачивать еще и разницу между нормативом и фактически потребленными в целом по дому ресурсами. То есть, по сути, доплачивать за тех, у кого нет счетчиков. Со следующего года все будет наоборот. Доплата ляжет на плечи тех, кто пользуется водой и теплом без всяких приборов учета. Светлана Олегбарова, Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.